Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в торговую сессию четверга. Сегодня мы разберем основные макроэкономические данные среды, затронем тему решения Федрезерва по процентной ставке, а также определим наиболее интересные точки входа по основным валютным парам. Начнем мы с последних опубликованных данных по внутреннему валовому продукту Российской Федерации. Дефицит бюджета с января по май текущего года достиг отметки 1 трлн 486 млрд рублей, что составило 4,6% от ВВП. Что касается доходов за 5 месяцев, то с начала года они составили 4 трлн 643 млрд рублей, а расходы 6 трлн 130 млрд рублей. Тем самым резервный фонд сократился на 1 трлн 89 млрд рублей, достигнув отметки 2 трлн 551 млрд рублей. Фонд национального благосостояния с января по май уменьшился на 403 млрд 900 млрд рублей. Напомним, что федеральный бюджет на 2016 год был принят с дефицитом в 2 трлн 360 млрд рублей, а это 3% от ВВП. Расчет был основан на средневидовой стоимости нефти марки Урос в районе 50 долларов за баррель. Однако это, конечно же, скорее более оптимистичный сценарий, чем реальный, так как по самым смелым подсчетам среднегодовая стоимость УРОЛС в текущем году составит порядка 45 долларов. Это означает, что дефицит будет более 3% от ВВП. В связи с решением ФРС США оставить ставку на уровне 0,5% годовых, на сегодня ожидаем умеренное укрепление доллара, ложку дегтя добавляет еще и тот факт, что нефтяные котировки упали ниже 49 долларов за баррель под конец торговой сессии среды, а это обязательно повлияет на рубль. В связи с ожидаемой позицией ФРС США по ставке 0,5%, которая осталась без изменений, нефть постепенно начинает проседать. В среднесроке актив направлен в сторону 47,5 долларов за контракт. Сейчас контракты котируются по 48,60 долларов. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов США на 10 июня составило падение на 933 тысячи баррелей. В то же время глава Роснефти Игорь Сечин высказал свою точку зрения относительно текущей ситуации по углеводородам. Возможно, что в ближайшие пару лет мировому рынку может потребоваться соглашение о наращивании добычи. Связано это будет с ростом потребления ресурсов, а также с сокращением добычи нефти на мировой арене. Однако здесь не стоит забывать, что альтернативные источники энергии не стоят на месте и обязательно внесут в скором времени и свою лепту. Открытие нефти марки Brent в среду прошло на отметке 49,22 долларов за баррель. Закрытие, как и предполагалось, оказалось ниже цены открытия на отметке 48,58 доллара. На завтра мы ожидаем продолжение нисходящей тенденции. В первую очередь это связано на высокой вероятности поднятия процентной ставки по доллару уже в следующем отчете от США. Также и потому, что мы увидели пересечение линии поддержки в 49 долларов. Следующий важный пайват-левел, к которому стремится актив, находится возле уровня 47,5 долларов. Сейчас давайте затронем макроэкономические данные, которые вышли в прошедшую сессию. В среду по еврозоне торговый баланс достиг 28 миллиардов евро, тогда как прогнозное значение было лишь 21,6 миллиардов евро. По США промышленное производство за май упало на 0,4%, тогда как производственные мощности выросли на 74,9%. И, наконец, главной новостью дня было ожидаемое решение ФРС США по процентной ставке, которое мы упомянули, и которое осталось без изменений на уровне 0,5% годовых. Что касается обновленных экономических прогнозов от ФРС, то прогноз на ВВП США в текущем году был снижен с 2,2% до 2%. В дополнение к этому чиновники снизили свои прогнозные оценки по долгосрочному уровню процентных ставок с 3,3% до 3%. На сегодня ожидается очень обширный новостной фон сразу по нескольким ключевым активам, включая доллар, фунт, швейцарский франк и японскую иену. Европейская валюта на торгах в среду была открыта по 1,12,04%, закрытие прошло по 1,12,60%. Хайп в момент выхода статистики по ставке от ФРС США достигал 1,12,97%. На завтра мы будем ожидать дальнейший рост евро. Гистограмма MACD на часовом таймфрейме пересекла нулевую линию снизу вверх, что говорит о бычьем настрое участников. По фунту сейчас наиболее очевидная поддержка расположена возле 1,41, что отчетливо видно на часовом таймфрейме пары. Процент продавцов остается достаточно низким, это 37,65. Однако, учитывая коррекционное движение пары на фигуру за среду, сегодня будем ожидать возобновления нисходящего тренда. Доллар и иена продолжают неуклонно снижаться, несмотря на все большее количество покупателей. На данный момент их количество составляет 70,98% из общего числа трейдеров. Также последние данные по ставке ренансирования, которые мы получили утром, указывают на сохранение отрицательного уровня в минус 0,1% годовых, что в свою очередь, конечно же, вызвало мощное укрепление иены против доллара. На текущий момент наблюдаем за парой, так как есть отличная возможность взять хороший профит на ее откате. После мощного взлета котировок по Аусе в среду пара образовала экстремум на отметке 0,7430. После пересечения ценой данной отметки можно потихоньку начинать набирать лонговые позиции с уровнем тейк профита 20-30 пунктов. Кайман по-прежнему указывает на рост продавцов 71,59%. На сегодня у меня все. Не забываем про мощный макроэкономический фон. На сегодня в 14.00 и 15.30 по восточноевропейскому времени. Всем желаю отличного настроения и попутного вам тренда. До пятницы. Субтитры создавал DimaTorzok